Я не буду баллотироваться по мажоритарному округу в этой избирательной кампании. Я думаю, что не открою для вас большой секрет, если скажу, что у меня, благодаря поддержке избирателей, есть достаточно возможности избраться на многих округах, как в городе Харькове, так и в Харьковской области. Но если я не иду, как один из руководителей партии регионов, по принципиальным соображениям в парламент по списку, значит я не имею морального права идти по мажоритарному округу. Это моя принципиальная позиция. Что касается моего брата, он такой же мажоритарщик, как и все остальные мажоритарщики, которые раньше баллотировались от партии регионов и собирались баллотироваться в парламент на предстоящих выборах по мажоритарным округам. Он сам для себя примет решение, он не регистрировался и сегодня еще сам для себя решает, будет он баллотироваться или нет. Но если он примет решение баллотироваться, это будет его решение, он пойдет как самовыдвиженец, как и к другим коллегам по партии. Мы будем обращаться к нему, чтобы он на время избирательной кампании приостановил членство в партии, тем самым поддержав нашу общую партийную позицию. Ну а дальше, я думаю, что нет смысла негативно относиться к тем, кто все-таки пойдет по мажоритарным округам, потому что они, по большому счету, будут представителями тех территориальных громад, которые их туда избирают, Верховную Раду. Это естественный процесс и между списочниками и мажоритарщиками всегда в Верховной Раде была определенная разница. Мажоритарщики всегда были депутатами с таким, знаете, с неким отличием от списочников. Они всегда говорили, вы знаете, мне это не устраивает, потому что я представляю не партию, а территориальную громаду. Вот у них сегодня есть у всех шанс представлять территориальные громады. Поэтому решение любого человека, оно будет воспринято для нас абсолютно, естественно, нормально, потому что это их право, избираться или не избираться. От партии они не идут. А то, что Александр Борисович Фельдман зарегистрировался уже в кандидаты и от партии, то это только лишь подчеркивает его порядочность, потому что он это сделал, во-первых, до решения партии не баллотироваться кандидаты. И, во-вторых, сегодня в нынешних условиях, при том давлении, которое оказывается на партию, но не каждый решится показать, что он член партии регионов во время избирательной кампании. Он это сделал, это характеризует его только как порядочного и смелого человека. Больше ничего. Если будет техническая возможность поменять документы и убрать партийность из центральной избирательной комиссии, значит, это можно будет сделать, если он захочет. Если нет, значит, так все останется. Я не вижу в этом ничего страшного или плохого.